МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем не менее, долги все еще есть, больше 2 миллиардов гривен. Должны мы коммунальщикам около 30% за отопление и горячую воду, 20% за холодную, чуть больше 19% за вывоз мусора, а еще почти 22% за газоснабжение и так далее. Наш ответственный квартиросъемщик и рад бы платить, но государство и бизнес не платят нам. Вернее, платят не всем и не вовремя. Так, несвоевременно получают заработную плату 382 тысячи украинцев. Средняя сумма долга более 5000 гривен. Вся же сумма невыплаченных зарплат в Украине достигла почти 2,5 миллиардов гривен. Больше всего долг увеличился в сфере образования в 41 раз и здравоохранения в 56 раз. Однако вот другие данные Госстата. Оказывается, средняя заработная плата граждан Украины в апреле-майе даже выросла на 3,5% и составила 3 998 гривен. По регионам расклад такой. Киев 6 316, Донецк 4 462, Одесса 3,5 тысячи, Тернополь 2 694 гривны. Традиционно самые высокие зарплаты у авиаторов 18 тысяч гривен, сотрудников финансовой и страховой деятельности более 9,5 тысяч. Информация и телекоммуникации чуть больше 7 тысяч гривен. Промышленности 4 600 гривен. Торговли 4,5 тысячи. Самые низкие зарплаты по традиции в сфере образования – 2800 гривен. Культуры – 2700 и здравоохранения – 2500 гривен. И в завершение еще несколько простых чисел. Украинская минимальная зарплата в 7 раз ниже, чем в Эстонии, Словакии, Венгрии и Чехии. От 15 до 40 раз меньше, чем в Австрии, Люксембурге, Германии, Франции, а также втрое ниже определенного ООН уровня бедности – 5 долларов США на день. До следующих простых чисел.